МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Обед безбрачия. Я ведущий Илья Лазерсон, повар, шеф-повар, кандидат котлетных наук. У меня черный пояс по кулинарии. Убиваю одной котлетой. Но сегодня я буду вас убивать не котлетой, а даже страшно сказать, чем. Я вас сегодня буду убивать, друзья мои, салатом оливье. Всякий нормальный повар не может это слово даже произносить. Настолько это банально, избито и майонезно. Я тоже нормальный повар. Я тоже не хочу лишний раз произносить слово оливье, но всякое избитое, банальное блюдо можно превратить в нечто совершенно иное. Посмотреть по-новому на это блюдо, сделать его как-то по-особенному. Вот именно сегодня я хочу вам показать, как сделать такой быстрый, здоровый, мужской салат оливье. Ты любишь изысканность? Не смотри. Мать вашу, где салфетки? Ты ценишь утонченность? Не слушай. Женщинам смотреть не рекомендуется. Обед безбрачия. Посмотрите на эту картошку. Знаете, почему я так ее бросаю? Потому что я хочу, чтобы вы убедились, что картошка сырая. А салат оливье я все равно сделаю очень быстро. Вы как делаете салат оливье? Вы ведь варите картошку в мундире. А я буду делать совершенно иначе. Вот смотрите. Смотрите на меня. Сырая картошка, как вы уже смогли убедиться. Она мытая. Я сейчас ее почищу. Что прежде всего я вам хотел бы сказать про оливье? Как ни крути, салат популярен у нас в стране. Но что я вижу в семьях, вот так вот, знаете, так сказать, в поле, то этого салата готовят часто неоправданно много. А потом тоннами его выбрасывают. Потому что не могут прикинуть, а сколько же надо приготовить оливье. С учетом того, что есть еще какая-то еда другая на столе. Так вот, я вам рекомендую считать по картошкам. Вот будет у вас, не знаю. Восемь человек, гостей в новогоднюю ночь, например. Значит, базируйтесь на восьми картофелинах. Ну, возьмите десять на всякий случай. Одна картошка. Вот, кстати говоря, когда я говорю картошка одна, я имею в виду вот такую картошку. Вот такую среднюю картошку, а не, скажем, вот такую картошку. Это уже большая картошка. Вот, знаете, салат на восемь человек и только восемь картофелин таких, а плюс еще другие ингредиенты. Вот средняя картошечка. Вполне нормальная ситуация. Так вот, я залью картошку холодной водой. Я также сейчас чуть-чуть подчищу морковку. И тоже положу ее в воду. Теперь я морковку нарежу. Ну, вы как нарезаете морковку для оливье? Кубиками, правда? Я тоже нарежу кубиками. Сырая морковка. Вот, смотрите, я срезал краюшек, а теперь у меня есть ровненькие пластины, которые я сейчас нарежу ровненькими, не очень большими кубиками. Ничего здесь страшного и муртурного в этой работе нет. Знаете, как появилась морковка в оливье, кстати? Очень забавная история. Ну, я вам скажу для начала, те, кто молодой, те, кто не жил в советское время, наверное, не знают, что версия салата оливье, где использовалось куриное мясо. И до сих пор называются салат столичный. Так вот, как в этом советском столичном салате, в варианте оливье, появилась морковка. Есть такая байка. Дело было в одном московском ресторане, который был при одном творческом доме. Я сейчас не помню, то ли это был дом киноактера, то ли это был дом художников. В общем, туда ходили выпивать творческие люди, творческая интеллигенция. А творческая интеллигенция в нашей стране всегда отличается от нетворческой интеллигенции тем, что много выпивает, много пьет. И представьте себе, подвыпившие люди, которые со временем теряют ощущение вкуса, они уж не понимают, что они едят. И вот в этом ресторане работал шеф-повар. А я пока налил воду в кастрюлю, посмотрите. Я сейчас эту воду немножко присолю и немножко даже посыплю в нее сахарку. Вот так. А в оригинальном оливье, в том, который придумал француз оливье, всегда помимо мяса, жареной дичи, картошки, огурцов, там того сего, были еще крабы или раковые шеи. Вот эта фишка, сочетание крабов-раковых шеек, и курицы, или мясных продуктов. Так вот, крабы всегда были и остаются очень дорогим продуктом. Так вот, этот шеф-повар подвыпившим творческим интеллигентом вместо краба подмешивал в салат морковку, потому что по цвету весьма похожи эти продукты. А тем уже было все равно пьяницам, понимаете? И таким образом, в салат столичный, а следовательно, и как бы в оливье, вошла морковка. Потому что источник говорит о том, что до этого шеф-повара морковки в рецептуре не было. Смотрите, морковка пошла в воду. А я тем временем точно так же нарежу картошку. Я вначале тоже дам ей возможность быть устойчивой на доске. Потом режу ее на пластины. А потом нарежу на кубики. Посмотрите, как быстро. Вообще оливье считается салатом таким приготовляемым в течение двух дней. Потому что, как правило, вначале отваривается картошка в мундире и морковка в коже. Все это должны ночь за ночь остыть. И только на следующий день все это нарезается в салат. Но часто это нарезается не в салат, ребята. Это нарезается в кашу. Потому что картошка бывает так сварена в мундире, что когда ее режешь, она раздавливается. Доска вся в полном дерьме. В какой-то каше, в каком-то картофельном пюре. Кусочки картошки при перемешивании разлезаются. И салат получается не салат, а извините меня, даже стесняюсь сказать, что получается. Поэтому это все не по нас. Это все не самый лучший способ готовить оливье через варку картошки в мундире. А вот когда я сварю картошку, нарезанную из сырой, она будет идеальная. Она будет абсолютно одинакового размера. Она никогда не рассыпется при перемешивании салата. И будет вкусна и более полезна. Потому что эта картошка будет сварена в меру. Она будет сварена так, как надо. И скорость приготовления салата, она в разы выше. Потому что я способен в течение... Вот вы знаете, я за 40 минут сделаю такой салат. И я еще в это время смогу поговорить по телефону, поругаться с женой и написать десятки смс какой-нибудь своей возлюбленной. Морковка еще не закипела. Я поэтому картошку какое-то время непродолжительно имею право подержать на доске. Потому что я буду варить их в одной кастрюле. Морковка варится дольше, чем картошка. Поэтому я начал с морковки. Потом на каком-то этапе я добавлю картошки и одновременно у меня будет готова и морковка, и картошка. Ну, например, я считаю, что после закипания... Вот вода закипает. После закипания морковка должна повариться где-то порядка трех минут. Она мелко нарезана, она быстро варится. Все-таки быстро. Три минуты. Потом я добавлю картошку. И знаете, сколько я буду варить потом еще все вместе? Я буду варить все это еще не больше трех минут. всего лишь навсего. А потом быстро процесс варки остановлю. Ну, я считаю, что эта часть работы у меня сделана. Теперь я отправляюсь за огурцами. Соленые огурцы важный ингредиент. Я являюсь очень жестким сторонником того, чтобы огурцы были именно солеными, а не маринованными из банки. Ну, потому что так вкуснее. Здесь все продумано и просчитано. У свиньи четыре ноги. Здесь нет места неожиданностям. Две ноги передние и две ноги задние. Мужская логика на мужской кухне. Обед безбрачия. Естественно, что я огурцы буду нарезать примерно такими же кубиками по величине, как я нарезал картошку и морковку. Потому что в оливье очень важно для вот этого вот баланса вкуса все продукты нарезать одинаковыми кубиками. Это крайне важно для оливье. Вот сейчас пришло время уже бросать картошку. Я это сделаю, выбросив в начале огуречные очистки. Вот у меня прекрасно кипит морковка. Теперь я бросаю картошку. Вот здесь важно не забыть, потому что если я картошку переварю, она у меня тоже разлезется вся, вот эти вот кубики. Поэтому надо очень тщательно сейчас следить за процессом. Но есть один способ себя застраховать. застраховать, чтобы картошка все-таки не стала дико мягкой. Знаете, что для этого используется? Для этого используется уксус. Потому что крахмальные продукты в уксусе очень плохо варятся. Варятся медленно. Поэтому я немножко подкислю сейчас воду. Это не даст картошке развариться, если я о ней забуду. Вот я буквально, вот вы знаете, чайную ложечку. Вот на это количество дал уксус. Это способ, так сказать, защитить себя от неудач. Огурцы нарезаются точно по такому же принципу. Вначале я их режу, смотрите, на пластины. Потом на брусочки. И брусочки я нарезаю на кубики. И вы знаете, ребята, я не люблю добавлять все-таки в оливье огурец свежий. Потому что если приходится оливье немножко хранить, то свежий огурец слишком быстро портится. Поэтому не надо. Даже если вы весь оливье не заправляете сразу майонезом, все равно свежий огурец лучше не надо. Картошка. Я сейчас попробую картошку. Посмотрю, как она по консистенции. посмотрите на вот эту мисочку. Здесь находится молоденький зеленый горошек. сюда же. Без зеленого горошка, конечно, оливье не оливье. Вот так. Однажды в канун Нового года я решил выпендриться. Я готовил стол. Ко мне приехали мои друзья из Сибири. Семейная пара. Я готовил стол и не предусматривал готовить оливье. Я хотел сделать такой современный европейского толка стол. А мои друзья, люди, которые были везде, которые все знают, они имеют отношение к ресторанному бизнесу, они все ели, у них очень хорошо развитый вкус, люди европейского склада, несомненно. И когда они увидели, когда я стал накрывать стол в 10 вечера, они увидели, что нет оливье, они расстроились. Я, будучи человеком гостеприимным и любя моих друзей, тоже расстроился. Я видел, что они хотят оливье. Я сказал, ребята, нет проблем. Я так и сделал оливье за полчаса. Именно так. Видели бы вы, как эти ребята меня целовали и обнимали, потому что я успел до речи президента сделать оливье. И Новый год был спасен. Увлекательнее, чем гонки. Только получилось так, где-то у него размер четвертый. Драматичнее, чем футбол. То, что куриное, называется яйцо, а то, что не куриное, называется яичко. И жестче, чем бои без правил. Научите своих друзей вставлять. Мужчина один на кухне. Обед безбрачия. Еще чуть-чуть. А я отправляюсь тем временем я за мясом. Потому что я не люблю готовить оливье с колбасой. Вот это для меня, конечно, пережиток. Можно, конечно, иногда, но все-таки мясо. Я его, конечно же, варил. Это мясо, оно хорошо сварено. Это говядина, абсолютно нежирная говядина. Смотрите, теперь, что я делаю. Я беру сито. я беру сито и откидываю вот так вот морковку и картошку на сито. это просто. Я пока не буду искусственно пытаться остужать картошку и морковку, потому что картошка еще готова меньше, чем я хочу. Вы посмотрите, какая она еще горячая, из нее идет пар. Картошка еще даже вот здесь продолжает готовиться. Она все равно будет сейчас доходить, поэтому она сейчас доготовится уже носить. А я нарезаю мясо. Мясо нарезать просто важно, чтобы оно хорошо остыло, тогда мясо очень ровненько нарезается такими тоже одинаковыми кубиками. Вот она моя говядина. Она темная, ну, как всякая говядина. Конечно, сюда можно было бы положить кусочки и нарезанное, скажем, куриное филе, которое было бы обжарено. Можно было сюда положить жареную перепелку, срезать с нее мякоть. Очень вкусное мясо. Рябчик, если бы у вас был. У меня-то нету. А мясо готовится весьма просто. Нужно мясо варить. Но посмотрите, в чем здесь сермяжная правда. Когда вы хотите варить бульон, вам важен вкус бульона. Поэтому для этого надо мясо заливать холодной водой. Тогда из мяса постепенно будет вывариваться вкус, вывариваться вот эти ароматы. А когда вы хотите мясо, чтобы было вкусным, а бульон вам не важен, мясо всегда заливать кипящей водой. Тогда мясо в мясе закрываются поры за счет сворачивания белка, и все вкусы остаются в мясе. Это мясо я варил, залив его кипятком. Тоже надо это понимать. Вот мясо. Ну вы знаете, что поскольку салат оливье называют еще салатом мясным, то мясо в этом салате никогда не бывает мало. Нарезайте много. Чем больше мяса, тем будет лучше. Ну, конечно, соблюдайте приличия. Не надо, чтобы был килограмм мяса и две картофелины, потому что это уже будет слишком. вы вы наверное обратили внимание, что я нарезаю сейчас чистую мякоть. У меня в этом мясе нет никаких костей. Я взял для этого салата, вот в частности, это конкретная говядина, это лопатка говяжья. Ну, абсолютно не важно, какая будет мякоть, потому что любое мясо можно всегда сварить до готовности. Все будет определяться только временем, дольше или не дольше. Ну, а как определить готовность мяса? Да, как всегда, возьмите кусочек мяса, достаньте его вилкой, на доске отрежьте от горячего кусочка мяса фрагмент, попробуйте его, если оно достаточно мягкое для ваших зубов, мясо готово. Все, с мясом я считаю, что достаточно. Перебарщивать тоже, знаете ли, как-то не надо. вот уже у нас есть некоторые наметки оливье. Идеальная картошка. Все, она готова. Вот теперь, но еще горячая. Я сейчас процесс варки картошки остановлю. Я ее просто промою сейчас чистой водой. Она станет теперь холодненькой и больше уже на сухую, так сказать, вариться не будет. Я имею ввиду, говоря о картошке, я автоматически переношу эту информацию и на морковку. Но морковка, как вы понимаете, менее опасна, потому что она более плотная и разлизаться морковка в салате при перемешивании никогда не будет. Вот сейчас она все стечет. И я получил вот эту корнеплодную овощную базу для приготовления оливье. мне остается только хочу добавить еще горошку. Я вижу здесь некоторый дисбаланс по горошку. Вот хочу больше добавить горошку. Вот так. теперь я посолю салат перед перемешиванием уже с майонезом и пожалуй, что добавлю еще один очень важный ингредиент, который называется каперсы. Вот я люблю, чтобы оливье был с каперсами. Это такая лишняя пикантная нотка, очень неожиданная нотка. Для того, кто не знает, что там есть каперсы, это является такой приятной неожиданностью. Вот каперсы. Я даже сейчас возьму немножко маринада из-под каперсов. Вот так вот налью в салат, а потом дам сами почки. Каперсы такие почки растения, которые называются каперсник. Они очень пикантные, их заливают уксусом и закатывают в банки, либо пересыпают солью. Очень интересный продукт. Теперь посмотрите, я тяну до последнего и не заправляю салат таким майонезом. Потому что я вам хочу сказать, друзья, что совершенно необязательно заправлять такой салат майонезом. Он уже хорош. Я, конечно, не могу вам сказать, что я никогда не заправляю этот салат майонезом. Конечно, заправляю, но не всегда, потому что порой я его заправляю обычным оливковым маслом. Он у меня вот так стоит в холодильнике, не заправленным, а потом по мере необходимости мои домашние. Кто-то захотел себе заправить майонезом? Заправил майонезом, перемешал порцию. А я, например, хочу с оливковым маслом. Я беру, значит, себе, скажем, тарелку вот такую. Я могу взять глубокую тарелку для супа. Положить туда вот эту вот незаправленную основу. потом я беру хорошее зеленое пахнущее травой скошенной хорошее оливковое масло. Так вот заправляю салат обильно причем, чтобы было сочно, хорошим оливковым маслом. Потом я люблю посыпать его немножко черным перчиком сверху. И, понимаете, это так вкусно, уже вкусно получается, что можно назвать это действительным, знаете ли, таким гастрономическим удовольствием. Ну, я сейчас не стал класть яйцо, потому что яйцо, измельченное вот здесь, очень укорачивает сроки хранения этого салата в холодильнике, поэтому хотите яйцо, положите несколько ломтиков яйца вокруг, либо накрошите яйцо уже себе в тарелку. Ради бога. А, конечно же, остальную часть оливье я все-таки по традиции заправлю майонезом. Все любят, когда красиво. Хорошо, если есть чувство стиля. Яркий цвет поднимает настроение. Простые истины, но не для всех. Ну, что баба была на кухне. О, вот теперь все хорошо. У нас мужская кухня. Обед безбрачия. Кто-то любит смешать майонез со сметаной, чтобы вкус был помягче. Кто-то смешивает майонез с йогуртом. Ради бога, это все нормальные грамотные вещи. Но сейчас уже у меня будет только майонез. конечно хорошо бы майонез делать самостоятельно, но здесь есть определенные сомнения. Вы знаете, мне каждый год приятно, когда в канун новогоднего праздника моя соседка просит меня приготовит для нее майонез домашний. Она любит этим майонезом заправлять именно оливье. Но я вам скажу, друзья, что домашний майонез, конечно, хорош всем, но это крайне жирная штука, потому что там практически одно растительное масло. Но у меня сегодня был майонез промышленный как раз. Вот он, оливье. Повторяю, без яиц. Хотите яйца, добавляйте уже потом. Вот такая получается сочная история. Я не могу удержаться от того, чтобы сейчас не съесть хорошую ложку прямо из миски. Так всегда приятней. Но корректно все-таки вот сейчас съесть ложку майонеза, а потом ложку, которую я сейчас облежу. Больше в этот салат, конечно, не опускать. Ну, из уважения к другим людям. Я сейчас поэтому съем хорошую добрую ложку салата. Вот так вот прямо измажусь сейчас. Вспомнил детство. Детство можно вспоминать по-разному. Можно налить себе в штаны холодненькой водички и вспомнить детство. А можно съесть хорошую ложку оливье. сейчас будет хирургия. Лишние эмоции только мешают. Умиление неуместно. И забудьте про жалость. Я буду ему перебивать суставчики. Никаких сантиментов на мужской кухне. Итак, оливье готов. сегодня у нас друзья в репертуаре был мужской салат оливье. Мужской, потому что он у нас получился обильным, хорошим, основательным, а самое важное быстрым. Редактор субтитров Корректор А.Егорова